В Малокарачаевском районе открылась современная швейная фабрика «Красный Восток». Обособленное подразделение воен-текстильпром. Данное предприятие предназначено для производства одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий легкой промышленности. В торжественном открытии приняли участие представители правительства Карачаева-Черкесии и работники фабрики. Подробности расскажет Алихан Лепшоков. Для жителей села Красный Восток открытие фабрики является особым событием. Сегодня на предприятии трудятся 90 человек, а к концу этого года планируется расширить численность до 150. Здесь сейчас шьют костюмы и халаты для хирургов, постельное белье для армии России. Это предприятие даст импульс в обеспечении рабочими местами жителей села. И на примере этой фабрики мы можем отметить потенциал нашей республики в развитии легкой промышленности, отметил председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов. На фабрике трудится свыше 90 человек, а при выходе на проектную мощность здесь появится 300 новых рабочих мест. Для небольшого аула, для всего Малокарачаевского района и в целом для Карачаева-Черкесской республики это весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение уровня жизни и доходов населения, роста налоговых поступлений. В свою очередь вице-спикер парламента Карачаева-Черкесии Муса Экзеков, благодаря поддержке которого и открылась фабрика, подчеркнул, что это весомый вклад в развитие промышленности республики и оказание поддержки нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Также он выразил благодарность учредителю компании ВН «Текстильпром» Аслану Аталикову за оказанную поддержку в реализации этого значимого проекта. Дорогой Александр Ильич, отдельное спасибо, огромное спасибо от всех жителей нашего села, от всех жителей нашей республики, потому что мы действительно создали современную фабрику с очень качественным технологичным оборудованием. Я хочу подчеркнуть еще то, что за очень короткий период времени наша команда смогла полностью реконструировать эту фабрику по техническим условиям ВН «Текстильпрома». Мы сделали все необходимое, чтобы не просто обучить наших специалистов, но и предоставить специальное современное оборудование. И сегодня нам приятно видеть, что мы запустили эту фабрику, отметил учредитель компании «ВН «Текстильпром» Аслан Аталиков. Предприятие работает, выпускает продукцию. Здесь есть свой коллектив, свое руководство. Мы все за вас переживаем. ВН «Текстильпром» выпускает порядка, ну не порядка, а точно, если сказать, 134 наименования продукции. И, конечно, в будущем мы рассчитываем на то, что у вас тоже будет здесь значительное производство. Сейчас у вас производство только госпитальной одежды, одежды для оперирующих бригад и, по-моему, постельное белье. Но, тем не менее, даже вот эти виды продукции вы выходите уже на плановые позиции. Мы горды, что со всей страной принимаем активное участие в жизни государства, обеспечивая всем необходимым наших ребят, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции, заверили работники предприятия. «Обеспечивать мощный тыл нашим бойцам. Сидя за швейным станком, мы так или иначе ощущаем на себе ответственность за то, чтобы у наших ребят, врачей, спасателей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, было лучшее обмундирование и оснащение. Благодаря этому мы чувствуем себя причастным к большому делу». После официального открытия для всех собравшихся была организована экскурсия по фабрике. Каждый из работников с особым вниманием относится к своим профессиональным обязанностям. Здесь выпускается несколько тысяч изделий в смену зависимости от вида продукции. Алихан Лепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.